МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Спасибо. Спасибо, что все это нас соберет на урбанистический форум. А сегодня мы будем говорить о возможности создания спортивного кластера на филейке. Даже уже не о возможности, а практически создание кластера на филейке звучит как утверждение. И утверждают это люди, которые в том числе находятся в нашей студии. У нас в студии Анатолий Курбатов, координатор проекта «Красивый Киров». Толя, привет. Добрый день. Григорий Францев, президент Федерации велосипедного спорта Кировской области. Гриша, привет. Добрый день. Ждем, что подойдет сейчас в студию Анна Червоткина, председатель регионального отделения Федерации сноуборда России в Кировской области. И будут у нас гости по телефону. Их тоже будет немало. Мы подключили представителей ОКСОВИТЭК. Сергей Халевин должен будет выйти с нами на связь. Он, кстати говоря, еще и депутат городской же дома. Да, да, да. Александр Сыкчин, президент Федерации по прыжкам на лыжах с трамплина и лыжного двоеборья Кировской области. Ждается по телефону Павел Шабалин, председатель Федерации альпинизма и скалолазан Кировской области. Вот все спортивные федерации так или иначе имеют отношение как раз к тому району, к той локации, да? То есть они расположены там или какие-то объекты, которые они используют, расположены там. Но, как вчера во время подготовки к эфиру я выяснила, есть федерации, которые активно участвуют сейчас уже в развитии и в создании какой-то спортивной инфраструктуры. Это вот Федерация велосипедного спорта, о велошколе мы говорили. Это Федерация сноуборда. Нам сейчас Анна придет и расскажет чуть более подробно. Есть федерации, которые пока еще не очень, как мне кажется, поняли, может быть, да, что они могут делать и что они хотят делать. Но это мы выясним у наших гостей по телефону. Ну, надо сказать, что о том, что вот в этой части города сам Бог велел создать спортивный кластер, говорят, уже очень давно. Я помню еще проекты, вот это надо будет у Халевина спросить, у депутата. Я помню проекты, которые создавал сам Уксовитек. Большой проект на филейке, который включал в том числе и спортивные какие-то большие объекты. Я помню, что говорил Илья Вячеславович Шульгин в свое время, что необходимо создать на филейке спортивный кластер, большой такой-сякой, будем искать инвесторов. Но вот сейчас почему-то о создании спортивного кластера говорят не инвесторы внешние или внутренние, не чиновники, которые говорят, что там «Газпром» нам построят. А как раз говорят люди, которые сами организуют спортивные мероприятия, активности, школы и федерации. То есть такая инициатива снизу. Если я ошибаюсь, меня поправьте. Но вот первое слово хочу передать Грише Францеву, президенту Федерации велосипедного спорта Кировской области. Мы историю того, как федерация локализовалась в этой части, постоянно рассказывали в студии от начала и до конца. И вот сейчас, когда мы говорим о кластере, это уже создает совершенно другой уровень, очень серьезный. Почему мы имеем право об этом вообще говорить, о том, что будет создан? Ну, я бы сказал, он не будет создан, а он уже создается. То есть тут так получилось, что мы двигали инициативу снизу, то есть создавая всевозможные площадки, развивая свои виды спорта на тех территориях, которые есть на филейке. А сейчас инициатива еще появилась и сверху. И мы сейчас должны найти общую точку соприкосновения, чтобы учитывать все интересы. То есть в первую очередь, что сейчас было произведено, то есть мы с теми федерациями, которые у нас на филейке уже давно работают и, собственно, развивают территорию, встретились, обсудили все моменты, потому что были определенные точки соприкосновения интересов, в том числе финансовых, по территориям, по тому, кто что где развивает. Но мы, слава богу, договорились. То есть вы друг другу не мешаете. Да, то есть мы договорились так, что каждый будет развивать ту территорию, которая за ним будет закреплена в рамках этого кластера, и каждая федерация будет заниматься развитием своего вида спорта. Но в то же время, скажем так, это будет в свою роду такой единый целый спортивный кластер. То есть его основная суть в том, что в любое время года, в любое числе города может приехать на филейку, и, во-первых, он сам может попробовать себя в тех видах спорта, которые там есть. И это будет все выглядеть достойно, красиво, то есть будут созданы определенные уровни именно сферы обслуживания. Ну вот сейчас мы насчитали, судя по новостям, которые уже распространяются в СМИ, насчитали шесть видов спорта, которые могут там развиваться. Сноуборд, горнолыжный спорт, альпинизм и скалолазание, я взяла по отдельности, пусть побольше, прыжки с трамплина и велоспорт. Это все или еще какие-то... Там еще биатлон. И биатлон. Да, там как получилось? То есть есть виды спорта, которые у нас там с Советского Союза, с дюшер номер три, это, соответственно, лыжи роллерные, потом это лыжи просто, это прыжки с трамплинов, это скалолазание чуть позже зашло, это горные лыжи. И биатлон, это у нас территория факела, это за Северной больницей. Это стадион? Это не стадион, это именно за Северной больницей, два стоящих здания, там есть ТИР, причем он аккредитованный, и лыжная база. Она функционировала раньше, но потом, после всевозможных присоединений, отсоединений с политехом, и, соответственно, как бы сейчас это все находится в ведении перекопа, и пока там, ну, не все понятно, кто как это будет развивать. Но, тем не менее, их тоже включили в этот проект, они тоже будут сейчас выдвигать свои, как бы не то, что требования, а желания, то есть как бы они хотели видеть развитие их вида спорта на этой территории. Я бы ТИР развивала бы с удовольствием, вот я туда ходила. Они причем ТИР, причем ТИР у них там лицензированный. Вот, у меня были успехи в детстве. Так, значит, я хочу спросить сейчас у Ани Червоткиной, которая подошла и села, здрасте, во-первых, сказать. Аня? Да, Анна, председатель регионального отделения Федерации сноуборда России в Кировской области. Вот это очень важно, Аня, потому что помню, что на протяжении долгих лет вообще это склон раздоров был. Постоянно возникали конфликты, причем очень серьезные. Зарубались и по деньгам, и по площадям, и разные люди, и разные бизнесмены. Очень долгое время простаивал там один склон, другой не развивался. Но были суды, были суды. Похарактеризуй, пожалуйста, как вот выглядит сейчас эта ситуация, потому что Толя Курбат, Гриша Францев сказал, что все хорошо, все договорились, но он-то новенький там на склоне. Ну как новенький? Я уже лет 15. Ну да, ну да, ну я имею в виду как человек, у которого там есть сейчас точка, да, где вы находитесь. Точка притяжения. Да, и площадки. Но тем не менее, а ты была вот в глубине этих конфликтах. Вот они сейчас полностью разрешены, или все-таки остались какие-то точки несоприкосновения, а наоборот раздора? Ну, на сегодня мы полностью разрешили ситуацию, насколько мы понимаем, да, то есть уже нашли... Что там было, опиши коротко. Там очень длинная история, да, но мы сноубордисты там тренируемся последние 9 лет, то есть у нас были различные секции, да, и мы просто сами катались, тренировались, строили там трамплины. Там было несколько предпринимателей, работали, да, и вот у них между ними были какие-то взаимоотношения. Мы как секция тренировались, да, то есть все было, в принципе, нам хорошо, нас это не касалось, пока склон не закрыли, и мы с ребятами, да, то есть с нашими спортсменами остались просто без тренировочной базы. Там был бизнес-конфликт, да, за землю? Там, там очень история длинная, на самом деле настолько много информации, много разных участников, мне даже, кажется, до конца до сих пор не все понимают, как все это произошло, то есть там, начиная с 90-х годов, да, то есть там была своя какая-то история, потом эта история, ну, потом вроде все утряслось, 7 лет работали, 7 или 8, да, работал один горнолыжный комплекс у нас, который назывался «Победа», а потом у них там было какое-то недопонимание. Ну, наверное, я не буду здесь какие-то комментарии давать, потому что там я была не в глубине процесса, то есть мы были просто как вот... Благодаря чему сейчас, Аня, разрешились эти конфликты? Ну, в данный момент, да, то есть у нас сейчас на территории находится федерация сноуборда Кировской области, пока вот три года нам передали этот земельный участок для того, чтобы мы смогли организовать там свой тренировочный процесс. Кто передал? Администрация города Кирова. Город вмешался. Да, 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 ну, потому что, когда были закончены все судебные, судебные тяжбы, было понятно, что территория простаивает, непонятно, как это все будет дальше развиваться, и вот на какой-то период мы пока эту территорию получили, мы там прибираемся, все тут... Прервемся на полминуты и продолжим разговор об организации спортивного кластера на Филейке с нашими гостями Анной Червоткиной, Григорием Францевым, Анатолием Курбатовым. Мы будем набирать, да, уже, наверное, сейчас... Минут через пять. Минут через пять Сергея Халевина, потому что УКС-Эвитек свою деятельность финансовую ведет как раз на Филейке. Ну, не только там, но располагается компания там, основной офис там. Да, ведет как раз на Филейке, и очень интересно посмотреть, как спустя долгое время, потому что я видела эти проекты, которые представлялись по Филейке еще давно, еще при старой администрации и так далее, вот будет ли второе дыхание со стороны УКС-Эвитек, возобновят ли они там свою работу или просто помощь какую-то окажут, мы выясним после короткого перерыва. Программа Урбан продолжается, вот Григорий Францев хочет подытожить то, что мы тут наговорили, а мы пока набираем УКС-Эвитек. Мне кажется, сейчас мы подошли к такому логическому развитию Филейки, когда за каждой территорией уже закрепились исторические именно федерации, то есть не бизнесмены в первую очередь, а люди, которые заинтересованы в развитии тех видов спорта, которыми они занимаются. И сейчас нам нужно просто все это перенести на бумагу в виде соглашения для того, чтобы мы могли свои территории развивать, то есть привлекать инвесторов, спонсоров, вкладывать свои собственные ресурсы для того, чтобы это именно развивалось и с точки зрения именно как инфраструктура еще. То есть соглашение пока не подписано, пока есть все в виде идеи? Сейчас пока это идет в процессе, то есть сейчас идет создание этого документа, мы пока не знаем в какой форме будет, но вот мы ждем. То есть это не вы готовите, это администрация города готовит? Да. Администрация города готовит? Ну вот это очень важный на самом деле момент, я думаю, что, конечно, здесь без администрации не обойтись, чтобы в дальнейшем понять, в каком статусе эта зона может существовать, что там еще может появляться. Потому что мы же помним, что нам Илья Вячеславович заявлял, что разные зоны отдыха или спортивные зоны должны еще наполняться различными видами бизнеса сопутствующего, да, которые необходимы людям, которые долгое время где-то проводят на воздухе. Там должны появляться кафе, туалеты и прочее, да, о чем он говорил. Вот сейчас у нас практически, я вижу, что у нас уже есть звонок, есть контакт с Сергеем Васильевичем Халевиным, первым заместителем директора УКС-ВИТЭК и депутатом Кировской городской думы нынешнего САЗОВа. Все правильно, да. Все правильно, да. Но мы в первую очередь, конечно, как первого замдиректора мы представляем Сергея Васильевича. Но это очень важно, что он депутат. Я понимаю, но не менее важно и то, что он представитель бизнеса. По-моему, это и другое сказала. Ладно. Сергей Васильевич, добрый день. Добрый день. Алло. Добрый день. Очень приятно вас слышать. Сергей Васильевич, расскажите, пожалуйста, а какое сейчас участие принимает УКС-ВИТЭК в судьбе склона на Филейке в части развития спортивного кластера? Ну, мы в настоящее время доцелили договоренность с администрацией города о том, что поучаствуем в строительстве спортивной площадки. Будет заложено основание с производством резинового покрытия, а со стороны администрации подписан договор со спортмастером на поставку спортивного оборудования. То есть спортмастер предоставляет наполнение этой площадки, а вы саму площадку готовите? Да, мы делаем подготовку самой площадки с травмобезопасным покрытием. Давайте мы поподробнее об этом расскажем. Во-первых, где будет располагаться спортивная площадка, которую вы готовите? В настоящее время согласовано территориальным управлением место размещения в районе Северной набережной 15. Что там рядышком находится? Там находится волейбольная площадка в районе главной территории, с другой стороны находятся велодорожки. И как раз в месте размещения данной территории мы и разместим нашу площадку. Что она из себя будет представлять? Давайте начнем прямо с площади и закончим наполнением. Площадь там около 100 квадратных метров. Хотя немало. По наполнению там будут снаряды спортивные для, мы в последнее время договорились в части устройства там турников, различных снаряжений. Более детальная прорисовка, она будет за нас доведена, когда спортмастер подпишет договор. Так, значит, ну я так понимаю, что это что-то типа вокаут-площадки, да? Да, это что-то типа вокаут-площадки. Что-то типа того, что делали в парке у дворца Мемориал? Ну, наверное, да. Наверное, да. На себя как сравнить. Но там наполнение будет все равно отличаться. Потому что это как-то издальный проект. И вот более детальный мы увидим, когда спецификация будет доведена. Кто явился инициатором создания этой площадки? Ну, разговор об этом начался еще год назад. Депутат областного ЗАГС Собрания Герман Антонович Гончаров, имея просто дружеские отношения со спортмастером, предложил им в реализации данного проекта на территории города Кирова. Сергей Васильевич, а вы не знаете, спортмастер... Поддержали спонсоры. И, в принципе, вот эта реализация в этом году происходит уже в реальном режиме. Вы не знаете, спортмастер, насколько для них это разовая или постоянная история? То есть есть ли у нас надежда на какое-то более долгое сотрудничество с ними? Насколько мне известно, они практикуют это уже не первый год. На территории России в ряде областей они реализовали данные программы. На территории нашей области и города это реализовывается впервые. Все-таки вот Герман Гончаров договорился. И дальше он искал согласие в городской администрации, потому что земля городская. И спонсоров, которые обеспечат то, что не обеспечивает спортмастер. В частности, вот Укс АвиТек выступает как спонсор, как партнер, который будет что конкретно делать? Ну, то есть здесь как раз идет интерес как муниципалитета, который предоставляет муниципальную территорию под размещение данного объекта. Мы как спонсоры вкладываемся в производство работ по устройству самого основания, травмобезопасного покрытия. То есть выполняем все работы, и в том числе по монтажу, когда будет поставка оборудования спортмастером. Кому будет принадлежать в итоге эта площадка, кто ее будет обслуживать, мы знаем? Да, мы знаем. То есть это будет муниципальная собственность, и будет обслуживаться муниципалитетом специализированной организации. Ну вот, а эта площадка, она рассчитана на какого возраста людей? Ну, это на разные возрастные категории, то есть от малого, школьного и старшего возраста. То есть никаких ограничений по возрасту я не усмотрел. Сергей Васильевич, вот еще какая интересная история. Мы помним прекрасно, что у Укс-Авитек в свое время, достаточно давно, был разработан масштабный план преображения всей набережной, в том числе и склона, и строительства большого жилого объекта «Северные ворота». Я помню, итальянский архитектор это разрабатывал. И тогда большую поддержку на различных выставках этот проект получил. В связи с известными нам обстоятельствами пока что все застопорилось, но тем не менее знаю, что Укс всегда был заинтересован в развитии этой территории, потому что, в общем, сами основатели, очень спортивные люди, достаточно передовые в этой части были. Обсуждалось ли сейчас, обсуждается ли сейчас, что Укс-Авитек будет не только там площадками, основаниями под площадку, которую делают с помощью спортмастера, администрация и депутаты, но и поучаствовать. Наверняка к вам обращались в федерации, там, велосипедного, спорта, горнолыжного и так далее, поучаствовать в чем-то. Или, может быть, у вас собственный проект там все-таки еще есть, который вы не оставляете и вы думаете реализовать? Ну, тот проект, который там был разработан еще более три года назад, с участием итальянского архитектора, он остается, как в планах, и в голове мы его, на самом деле, держим. Вопрос, видите, в том, что это масштабное оценение территории, и здесь без участия там муниципальной, власти, без участия других спонсоров, его реализовать было практически очень сложно, поэтому мы всегда готовы к диалогу, готовы рассматривать участие нашей компании в реализации любого проекта на данной территории. Если это будет какому-то проекту, мы будем очень рады. Если будет предложено что-то другое, мы тоже прокомментируем, поможем, подскажем и поучаствуем обязательно. Есть еще, коллеги, вопросы к Сергею Халевну? Спасибо большое. Сергей Халевн, первый заместитель директора УКС-ВИТЭК. Ну, надо слово передать Анатолию Курбатову. Толь, как ты смотришь на всю эту историю, ты, безусловно, от начала до конца в курсе, что происходит. Мы сейчас на качественно другой ступени, чем это было, например, год назад или два назад. Потому что постоянно мы говорим о том, что нужно развивать филейку как спортивный кластер. Все этому благоволит и рельеф, и, да, и, собственно, люди, и качество населения, в смысле, там, большая часть молодежи населения. Есть огромное количество заинтересованных людей в этом, понимаешь, организаций, которые в этом заинтересованы, и они все локально располагаются там. Спортивных. Спортивных, да-да-да. Учитывая, что действующие игроки там не менялись несколько лет, и что год-ри назад там были большие конфликты, опять же, между вот этим УКС-ВИТЭКом и Аней, они там склон делили, еще какие-то были. Из всех этих игроков сейчас поменялась только администрация, наполнение администрации. Собственно, наверное, надо сделать вывод, что, скорее всего, те чиновники, в частности, Шургин Илья Вячеславович, который возглавляет администрацию, они, как бы, всех привели к миру. То есть не как раньше были какие-то различные бизнес-интересы, конфликты какие-то между различными собственниками. Они сейчас начали двигаться в правильную сторону, в среде всех столов переговоров, и начали реализовывать, как бы, хороший проект. То есть, ну, соответственно, вот вывод у меня простой. Угу, да. Ну, почему и нет? Сейчас Аню надо спросить. Ты согласна с такой позицией? Ну, в принципе, да. Я считаю, что мы нашли взаимопонимент. Аню перебью. Я просто помню года три назад, как она там звонила, ревела, не могла просто выйти на контакт. Это её чиномики, даже сидя с ней, говорили одно, выходили и заполняли документы совсем другие. Как она ободалась там с антимонопольной службой, закова конкурсы. Конечно, когда дети не могут получить то, что... Вот, а сейчас всё развернулось в другую сторону. Сейчас, наоборот, все её инициативы, они начинают реализовываться. Без каких-то ли там палок, колёсах и заговоров там за спиной. Как-то так. То есть мне нравится пока то, что делает новая администрация. А я правильно понимаю, что вот спортмастер делает одну площадку, а федерация сноуборда делает вторую площадку? И они рядышком будут, и они будут отличаться. Это будет целый комплекс. Целый комплекс. Да, 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 всё верно. Мы в этом году участвовали в конкурсе президентских грантов, одержали там победу. И у нас как раз вот хороший такой проект для школьников Филейки предназначен. Для них будут бесплатные тренировки по сноуборду, по лонгборду. И чтобы где-то ещё тренироваться, да, то есть физическая, да, что была подготовка, мы ещё решили там построить небольшую площадку для воркаута, так как развивается это всё действительно. Это вторая уже. Вторая, вторая. Ну, она была первой. Ну, не важно. Важно, да, ну просто чтобы как бы было понимание. По аналогии нашего эфира она вторая. И вот сейчас к нам приехало оборудование, да, то есть приехали турники, они уже в Кирове, всё это находится. И мы согласовались с территориальным управлением размещения площадки, она находится здесь рядом. Буквально две недели назад с Сергеем Васильевичем мы встречались, мы обговорили, как будут они располагаться. Сергеем Васильевичем Халевиным. Да, 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 мы с ними общаемся, в принципе, контактируем. Они тоже вам помогают площадку делать? Ну, мы пока разделились по площадке, мы решили, что освещение нужно будет делать совместно, и, возможно, они нам где-то помогут, может быть. То есть они рядом будут, эти две площадки? Да, мы хотели их вообще сделать вместе, но посмотрели, как бы участок не совсем позволяет, и решили, что у нас она такая больше под спорт, то есть она хороша для тех, кто вот занимается, делает какие-то трюки, элементы. А вторая площадка, она именно прямо для детей, там вот есть эти кольца, да, и мы немножко решили их разделить. Зонировать. Да, но это через 50 метров, и получается всё очень гармонично, да, то есть если будет освещение, волейбольная площадка, всё там загрязывается. В Ани турники, они будут сертифицированы для всех соревнований, то есть точно такие же, как в прошлом году мы поставили в Варцапи Неров, то есть это King Group Pro, это лучшая в мире. Это замечательная история, потому что вот молодые, маленькие ребята там, да, подростки, могут смотреть на тех, кто уже занимается на спортивной площадке, и понятно, куда стремиться. 50 метров прошёл, там возраст минул, и ты можешь уже заниматься. Тут Аня сделала всё просто великолепно, она, когда у неё появилась эта мысль, она сразу обратилась к профессионалам, то есть ребята, которые вот в прошлом году как раз и делали воркаут-площадку, у них есть тоже своя, не знаю, официально-официально. Объединение у неё уже зарегистрировалось? Да, у неё зарегистрировалось. А давайте прямо скажем, если ты придумал воркаут-площадку, куда обращаться? Там есть Сергей Шабалин и Егор Поспелов, и они быстро включились, мы с Сергеем приехали на место, он поставил местность, быстро разработал три, по-моему, варианта проекта. Мы посчитали по бюджету, в один бюджет чуть не вошлись, но тут опять включился Егор Поспелов, который договорился о скидке 10-процентной, и мы в итоге вписались в бюджет, и из тех денег, которые Аня выделила, у нас получилось максимально качественное. Так, внимание, перед тем, как уйти на перерыв, Аня, как называется эта компания людей, которые профессионально оказывают консультацию по воркауту? Но они зарегистрировались как федерация воркаутов Кировской области, я могу ошибаться? Хорошо, федерация воркаутов Кировской области. Егор Поспелов очень доступен в соцсетях, на следующей неделе вообще в понедельник придёт к нам в особое мнение, поэтому можете ему прямо туда вопросы накидать. Почему я на этом акцентирую внимание? Потому что вот такие площадки можно устраивать ТОСами, ТСЖ, в общем, в рамках проекта поддержки местных инициатив, с которыми я тут поездила по деревням. А можно, да? Да, конечно, ты можешь это сделать, но вот и вопросы, которые я задавала, когда люди, слава богу, дошли некоторые деревни до того, что спортивные площадки могут устанавливать. Они водопроводные дороги. Я вопрос задаю, а как вы будете, я же помню, какая история была вот с тем, что нужно делать специальную подготовку фундамента, на котором ты делаешь блок-площадку. В общем, пока что это на уровне того, что ничего, в землю воткнём, бетоном зальём, как бы сделаем. Конечно, самые простые спортивные площадки можно так делать, но народ-то уже замахивается на воркауты. И тут очень важно, чтобы у нас был какой-то типовой проект, а может быть несколько для ППМИ тоже. В общем, Егор Поспелов, если что, вас проконсультируют. Мы с ним поговорим ещё на следующей неделе. Сейчас прервёмся на полторы минуты. У нас реклама, и снова будем в студии. Урбан. Программа о городских проектах. Программа Урбан продолжается. Напоминаю, говорим мы о создании спортивного кластера на Филейке, о том, что несколько спортивных федераций объединили свои усилия в том, чтобы на Филейке была возможность для людей разного совершенного возраста заниматься разными видами спорта. В нашей студии сейчас представители федерации велоспорта и сноуборда, а по телефону мы подключаем Александра Сыкчина, президента федерации по прыжкам на лыжах с трамплина и лыжного твоеборья Кировской области. Александр Александрович, добрый день. Добрый день. Скажите, пожалуйста, пока не очень понятно, насколько активно вы участвуете в процессе, в смысле вашей федерации. То есть вы подключились уже к общему, так скажем, к общим размышлизмам по поводу того, что там должно быть на Филейке? Ну, по, скажем так, по кластеру спортивному, разговоры ведутся давно. Еще в 2012 году был закончен проект спортивного комплекса трамплин, куда вошли лыжные трамплины, сосулька, значит, лыжа-роллерная трасса с освещением, ну, прокат, значит, лыж, спортзал, ну, и все сопутствующее полному комплексу. Ага, 7 лет назад было разработано еще? Да, 7 лет назад, и получена госэкспертиза, то есть практически, как бы, проект был готов, ну, и надо было бы его, как бы сказать, реализовать. На сегодняшний день с реализацией не все хорошо, скажем так. Не все хорошо. Что-то хотя бы сделано из того, что было в этом проекте отмечено? Ну, была часть сделана лыжа-роллерной трассы с освещением, вот, и, ну, и практически все, больше ничего не сделано. Больше ничего не сделано. Ваша заинтересованность вашей федерации и там готовность ваша включиться в работу по какому-то направлению, она какова? Ну, готовность, скажем так, мы всегда готовы включиться в работу, потому что у нас, помимо проекта, разработок есть и предложения, значит, по восстановлению малых трамплинов, понятно, что проект – это дорогостоящие вещи, и реализовать это очень, скажем, сложно, а на данный момент важно сохранить спорт до лучших времен, так сказать, и вот идет работа на направлении, там, модернизации малых трамплинов, там, среднего трамплина какая-то модернизация, то есть, ну, вот такие пока работы сделаны, проведены. А мы можем конкретизировать, что за работы идут, Александр Александрович? Там оценка сейчас ведется какая-то, состояние их или что? Ну, как, предоставлены все расчеты по, скажем так, ремонту малых трамплинов, по необходимости, то, что необходимо для работы этих трамплинов, ну, вот так, как бы, то есть сохранение того, что бы дало в дальнейшем бы нам базу для развития. Еще у меня такой вопрос, скажите, если все-таки все получится с малыми трамплинами, если где-то найдутся средства на то, чтобы привести их в порядок и восстановить, вы вот эти сооружения видите прежде всего как базу для занятий детей или как базу для занятий профессиональных спортсменов? Ну, понимаете, как бы, сам по себе прыжки с трамплинов, сам по себе, он уже предполагает профессиональное отношение к спорту, ну, такой вид спорта, достаточно экстремальный и такой узконаправленный. И понятно, что малые трамплины – это базовая подготовка, то есть это прежде всего детская подготовка, но детская подготовка с направлением, как бы, спортсменного кисла. Ну, с прицелом на профессиональный спорт. Да. С прицелом на профессиональный спорт. Да, да, обязательно. Светлана? Мне всё понятно абсолютно. Я просто хочу спросить ещё у Александра Александровича. Вот давно же идёт всё-таки речь о том, что нужно, нужно на филейке делать нечто такое серьёзное и масштабное. С 12-го года. Да, с 12-го года. Ну, мы уже тут говорили, я некратце рассказывала, какие были спорные ситуации и весьма трагические ситуации были. Но что изменилось сейчас, на ваш взгляд? Я вам тоже такой вопрос задам, Александр Александрович, что вы довольно уверенно говорите о том, что действительно на филейке может возникнуть нечто современное, серьёзное, нечто, что будет напоминать спортивно-физкультурный кластер. Ну, само расположение, скажем… Расположение-то оно никуда не делось. Оно как было, так и осталось. Это мы понимаем. Предполагают, что здесь другого-то быть не может. Но ведь не случилось раньше. Что сейчас изменилось? Ну, надеюсь, что… Как правильно это выразится? Пришли адекватные руководители, которые даже в нынешней ситуации готовы рассматривать положительные какие-то вопросы. Назовите этих руководителей, потому что, знаете, у нас вроде каждый раз адекватный руководитель, но потом возникают какие-то вопросы к ним. Итак, как изменилась ситуация? Вы считаете, что изменилась она с приходом адекватных руководителей? Кто они? Давайте знать именно наши герои. Ну, прежде всего, наверное, хочется верить больше, что всё-таки мы куда-то будем двигаться. Потому что, допустим, Шургин запросил, значит, материалы. Нами были предоставлены материалы по, значит, по себестоимости восстановления малых трамплинов, соответственно. Да, и вместе с управлением спорта города, как бы, была подготовлена информация. Сейчас она, я так понимаю, рассматривается. Ну, ждём, какие будут дальнейшие действия. То есть, если, скажем, два года даже вопросов не задавали по этому, в этом направлении. Два года назад или два года сейчас вот не задавали вопросов и вдруг начали задавать? Два года назад. До прихода новой команды, да. Да, да, даже вопросы не задавались в этом направлении. То есть, была поставлена жирная точка, скажем, в какой-то момент, и всё. А сейчас вот стали, как бы, прорабатываться эти вопросы. поставлен вопрос также об исследовании большого трамплина чтобы понять что в дальнейшем делать с ним или модернизировать или ломать то есть исследование на износ конструкции там еще что-то то есть ну какие-то реальные вопросы которые дали бы нам ответы что мы дальше будем делать ну скажите пожалуйста ведь была еще такая история что заявлялось что нужен вот какой-то большой внешний инвестор потому что сами мы не справляемся и все у нас как-то кустарно все у нас как-то по-деревенски а вот посмотрите как других регионах сразу бах и красота ну правда бах и красота обзавидуешься но у нас такого почему-то не получается почему ну на мой взгляд я бывал в этой красоте так взять если скажем так размах страны то есть понимать что такое россия да то это ничтожно мало этой красоты просто ничтожно и требуется людям запрос гораздо больше ну просто есть определенная статистика которая говорит что при скажем при каком-то объеме данных комплексов может прогрессировать спорт ну к примеру да так я так утрированно говорю это же допустим австрия имеет комплексов уровня чайковский вот один из лучших комплексов сегодня в мире и в россии естественно да их там 37 таких комплексов у нас их два нижний тагилы чайковский александр александрович смотрите а как вы думаете вот в идеале почему мы должны прийти в идеале как вам лично вам мечтается что это должно быть ну это полно полно но допустим если брать нашу область нам не нужен скажем как бы здесь комплекс там полетными трамплинами и а нужен комплекс вот именно вот мне кажется что вот именно как раз до таких мощностей которые у нас рассчитаны то есть мы можем проводить тренировочные предприятия которые будут эффективно влиять на развитие спорта соревнования заводить всероссийские и может быть если будет сделано в соответствии с каким-то требованиями международными и международное соревнование ну скажем кубок мира нет смысла затягивать сюда попроще какие-то фисовские ставьте еще что-то александр 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 это в своей это в своей поляне что называется говорите а если мы говорим о филейке и о кластере в целом на ваш взгляд каким он должен стать я думаю что это бы привлекло внимание во первых района жителей жителей до первую очередь городу бы дала дополнительную площадку для каких-то там развития города в дополнительному площадка бы была ну и соответственно бы в развитии спорта физической культуры бы какое-то движение бы началось понятно спасибо александр секчин президент федерации по прыжкам на лыжах с трамплином лыжного двоеборья кировской области мы сейчас прервемся на новости тематические программы рекламу продолжим у нас есть еще что сказать и вас будем подключать слушатели 201 101 прежде всего нам интересует нас интересует конечно мнение жителей филейки вы вот сейчас уже чувствуете что какие-то изменения происходят благодаря тому что спортивные школы развиваются на склоне каким бы вы хотели сами видеть этот склон и вот этот спортивный кластер если у вас потребность там жажда до неудовлетворенное желание заниматься спортом у вас у ваших детей с какими с трудностями вы сталкиваетесь все это через 20 минут ты именно в дорогу жители филейки да да ну мне мне кажется что жители кирова ради бога доходит доходит фаленок пускай звонят хорошо жители филейки меня очень интересует 201 101 через 20 минут мы снова с вами